Детский мат Ее дразнили за скромную одежду. Вот подруга и сподвигла на кражу. Она все вываливала, взяла телефон и деньги. Деньги забрала она себе, а мне телефон. Некоторых воспитанников здесь называют бароны улиц. Их, говорят, полицейские уже не изменить. Например, Дима не раз нарушал закон. Парнишка воровал, дрался и в свои 13 уже стоит на учете у нарколога. Газ для рыбалки берут, для горелки. Вот, нюхал его. А зачем? Не знаю, глюки. В этом центре маленькие хулиганы и учатся, и живут. Обстановка почти домашняя, только розеток на всякий случай в комнатах нет. Воспитанникам положены встречи с родителями, но приезжают они редко. Многим все равно, что будет с их детьми. Но детям не безразличны взрослые. Тоска, конечно, их первую неделю съедает. То есть, хочу на волю, хочу к маме. Вот, потом уже вот обласканные в этой заботе находятся, уже, конечно, тоскуют по дому. Но уже все намного лучше становится. Но ежели у вас здесь забот и ласки больше, чем дома у них? Бывает, да, бывает и такое. По закону дети находятся здесь от 10 до 30 суток. С воришками и разбойниками занимаются психологи и воспитатели. По их мнению, подопечных и детства-то нет. Многие дома не едят до суда. Бывает, что сотрудники ваши плачут от увиденного и услышанного? Бывает. Я сама иногда домой приходя, то есть рассказываю и говорю, все, мама, дальше меня не спрашивай или меня прорвет на эмоции. На самом деле бывает. Жалко детей, именно, знаете, тех, которые... Не от них зависит, что они совершили это, правонарушение, а именно финансовый какой-то вопрос родителей. И они идут, мы маме помогали. То есть они воруют и несут это домой. По словам специалистов, чтобы детских преступлений стало меньше, возможно, стоит снизить возраст для уголовной ответственности. Правда, насколько именно, никто не знает. Например, строже всего к малолетним преступникам относятся в Индии, Ирландии и Сингапуре. Там ребенка могут посадить в тюрьму уже в 7 лет. Полицейские говорят, что выйдя из заключения, большинство детей возвращается в привычную среду. Например, Настя на маму, рассказали следователи, выпивает. Завтра она заберет дочь. 30 суток наказания почти стекли. Кстати, раньше центр ограждала колючая проволока. Теперь это запрещено. Зона все-таки детская. Кристина Трушина, Олег Буланов, Новости Телеобъектив. Продолжение следует...